Друзья, привет! У нас сегодня с вами новый день и раз уж я решил этот месяц, вернее тут сколько, до 23 числа, пока мне у ФМС документы готовятся, провести его, так скажем, в небольшом лайтовом режиме, в режиме отдыха, тем более, ну так, помаленьку буду еще в своем проекте работать, но не слишком уж усердствовать. Так, по вечерам немного, утром немного и все, и хватит. А днем я буду проводить это время, ну, с отдыхом, потому что давно у меня такого не было, поэтому сейчас я предлагаю отправиться в магазин, у меня сегодня настроение хорошее, настроение есть на покупки, купить несколько футболок и купить новые кеды какие-нибудь, потому что моим уже пришел детс, это просто так слабо сказано. Я их брал еще в прошлом году, где-то в июне, по скидке, из кари за 600 рублей, 600 рублей всего, и они у меня до сих пор целы, просто единственное, мне у них не нравится уже внешний вид, ну, подушатались, поэтому я себе пойду, сейчас куплю кедосики, обязательно опять зайду в кари, потому что сколько раз я, если честно, брал в кари обувь, не знаю, меня все устраивает. То есть устраивает, сколько она ходит, ну, если честно, мне больше одного-двух сезонов и не надо, потому что я потом новое беру, качество и как она сидит на ноге, поэтому погнали! Сейчас мне надо пройти вон до тех домов, и там метров 700, все, я буду уже на Северочемском. Вот те самые кеды, про которые я говорил, которых за 600 рублей и в которых уже больше года хожу. Ну да, они сейчас грязные, если их постирать, будут, конечно, лучше выглядеть, но просто хочу новенькие. Вот сам Северочемской, его начало, так можем сказать, и дальше. Вот этот магазин, где эконом-маркет написано, одежда и обувь, попробую туда зайти. Магазин, в принципе, неплохой, есть что выбрать, есть вещи, как и дешевые, ну, качество не очень есть, и как и подороже. Я себе взял футболку пола, обычную за 500 рублей, чуть позже покажу, что это такое, а так все выбирал-выбирал. Ну, мне лично как бы не очень что-то нравилось, где-то по качеству оно проседало, ну, там, само собой, и 200, и 300 рублей. В общем, взял что-то такое, чтобы хоть не с пустыми руками оттуда уходить, но она мне, в принципе, понравилась, честно скажу, поэтому теперь дальше в каре за кедами. Вот эту футболку пола я взял, я знаю, что подобные модельки мне идут, и этот цвет тоже, судя по всему, идет. Также башмаки сейчас покажу. Вот такие башмаки себе взял, то есть удобные, на плоской подошве, ну, в общем, все, как я и люблю. Что сейчас буду дальше делать? Сейчас я начал опять заниматься вот этой аналитической работой, которую каждый человек, так, камеру немного ровнее поставлю, каждый человек, кто двигается по теме недвижимости каких-то объектов, предварительно всегда ты ее проводишь. Что это было касаемо того объекта, это касаемо будет нового объекта, то есть это аналитика в первую очередь, это вот эти вот графики, диаграммы, то есть насколько недвижимость подорожает, чтобы не было так, что ты купил сейчас за сколько-то, допустим, там, за 500 тысяч, и через год ты будешь ее пытаться продать за 500, ну, за 700, думая, что, о, типа, нормально же, там, или за 800, а она по факту через год будет только стоить 450, то есть ты не провел вот эту аналитику, и никак, ну, невозможно, потому что бывают такие случаи очень часто, человек смотрит, смотрит какой-то объект недвижимости по сравнению с другими, к примеру, если другие, там, 500, 600, 700 тысяч стоит, а этот стоит, там, 150 или 200, он думает, о, клевая цена, типа, недорого, и, как бы, район нормальный, берет его, и пытается, что-то там подшаманил, ладно, и пытается его продать, ну, хотя бы за 350, а дело все в том, что этот объект, даже в хорошем состоянии, он по факту сейчас стоит 180 или 200, то есть человек изначально проплатил, но не проведя вот эту аналитическую работу, он этого просто не знал, то есть исходя из общей массы, из общей массы цен, человек сделал вывод, что вот это так и получается, то есть по факту, поэтому, и по факту вот этот участок, который он приобрел, он будет той ценой, которую он хочет получить лет через 5-6, но нам-то такого не надо, во-первых, я хочу следующим летом тоже пожить на даче, и посмотрим, может быть, тоже ее и продам, ну, как бы, не может, скорее всего, я ее и продам, но хочу и пожить, но для этого, чтобы была выгодная, действительно, сделка, нужно провести какую-то аналитику, поэтому всем тем негативщикам, которые всегда пишут, о, типа, какой-то там вариант, не знаю, какой вариант, типа, купил дешевле, продал подороже, так ты попробуй, ты попробуй, перед тем, как что-то купить подешевле, была, знаешь, какая аналитическая работа проведена, охренеть, какая, чтобы вот такой вот ситуации не сложилось, и это абсолютно каждый знает человек, кто занимается подобными делами, кто занимается недвижимостью, и не знают те, кто с подобным даже и не сталкивались, вот и все, поэтому я уже приступил, я думаю, хотя бы за неделю, за полторы, вот с этими графиками закончу, по идее, если человек профессионал, не такой, как я, а действительно настоящий профессионал, ему хватит дня три, наверное, три, ну, максимум четыре дня, но у меня уйдет около двух недель на это, некоторые, наверное, и за пару дней могут сделать, кто уже давно занимается, но я так не могу, я так не могу, у меня долго времени уходит, но как умею, так и делаю, но в то же время я этому учился, я это не с бухты барахта так придумал, и тоже исходя из своего опыта, какие-то платные курсы где-то были, где-то бесплатные курсы, просто, то есть это не просто так, в общем, ладно, сейчас что хочу, сейчас я думаю сходить в магнит, купить продуктов, и сегодня я буду готовить борщичок, вот, и попозже, попозже, наверное, я еще что-нибудь запишу. С борщом передумал, купил просто кусок мяса, купил картофан, и я решил картошку потушить с мясом и с луком, будет вот так, ну, еще соевый соус туда добавлю. Я тут нашел вот такую вот сковородку глубокую, без ручки, ручку надо отдельно прикрутить, но ручка в смысле есть, поэтому я думаю сейчас именно в ней приготовлю. Плита, кстати, огонь вообще работает нормально, быстро все закипает, прям, прям, прям топчик, как я люблю. Поэтому сейчас приступим к приготовлению, у меня уже мясо потекло, ну, оно и так было не сильно замороженное, кусок с него сейчас отрежу какой-нибудь, у-ху-ху, мясочек. Так, кусочек отрезаем, все это я мясо не буду использовать, отрежу я, пожалуй, часть. Так, ну, вот этой части мне, в принципе, будет достаточно, а это я уже уберу на следующий раз. Этот кусок, он почти на 900 грамм был, так, а если быть точно, здесь же есть 814 грамм, даже не почти 900, чуть больше, чем 800, 814 грамм, так, теперь это у нас получается грудинка, кажется. Ну, в общем, нормальное мясо это, все ненужные жилы, тут их, по идее, и нету, сухожилий. Чуть-чуть жир, жир я его срежу, и будем сейчас готовить, готовить. То есть здесь все легко и просто приготовится. Я нарежу мясо кусками, кусками такими, как на бифстроганов, такими брусочками их так назовем, крупными. Обжарю, добавлю туда лук, лук тоже будет нарезан большими кольцами, то есть просто, чтобы было понятно, будет вот такими кусками мяса. То есть это крупный брусок нарезано, плюс оно ужарится, будет немного поменьше. И картофель, картофель будет тоже самое нарезан таким же крупным бруском. Также в процессе приготовления я сюда добавлю соевый соус, солить я не буду. Также я добавлю сюда перчик острый и какую-нибудь аджику, что-нибудь такое. По идее можно добавить еще фасоль, наверное, или кукурузку, будет офигенно. Я не знаю, правда, что это за блюдо такое получится, но оно должно быть топовым. Наверняка есть такое блюдо, но я приготовлю так. Так приготовлю, что приготовлю. Мясо я уже почти накрошил, нарезал. Так, сковорода у меня разогрелась. Думаю, пора туда залить масло и начинать готовить пищу. Кстати, вода здесь из крана, я ее не рискнул пить, она теплая течет. У меня такое чувство, что где-то она соединяется. Соединяется с горячей водой, и из крана она течет такая теплая. И поэтому, поэтому я купил пару бутылей себе водички. То есть, именно для питья, вот, две петель трушечки я себе взял. То есть, вода здесь прям минус, я не знаю. В общем, я пробовал, ну, вскипятил, как бы она нормальная. По идее, никакой примеси не отдают. Ну, вчера вечером до завтракал тоже, чай-то надо как-то попить. Но, в дальнейшем я уже так рисковать не собираюсь. Какая красота получается. Еще немного, и я уже смогу поужинать. Обалденно, плита готовит прям огонь. И в сковородке, в принципе, ничего не прикипает, не пригорает. Еще чуть-чуть, и эта красота окажется в моей тарелке. Только что закончил прямую трансляцию. Все, кто на ней был, ну, стрим. Все, кто был, тот знает, о чем я говорю. И, в общем, прошла так нормально. Жаль, что не получилось кое-кого заблочить. Но я думаю, кто был, еще раз повторюсь, те понимают, о чем я говорю. В общем, ладно, друзья, давайте будем прощаться. И уже в следующий раз с вами увидим. Еще что-нибудь похожу, поснимаю. Благодарю всех, кто досмотрел до конца. С вами, как обычно, был Александр. Всем до скорого, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok